Это объединяет, на самом деле, не только атеистические религии, но и буддизм. В буддизме тоже есть аспект веры. Это вера, которую мы можем взрастить в себе внутренне, в своем сознании. Но мы также можем добавить к этому мудрость. Мы можем иметь веру с одной стороны, а мудрость с другой стороны, если мы объединим эти две составляющие и обретем счастье и удовлетворенность таким образом, то это будет стабильное удовлетворение. Следующий вопрос, пожалуйста. Добрый день. Если даже будет происходить что-то неприятное, что в окружающем нас мире, остается тонкое ментальное сознание. Куда память теряется и где она хранится? Куда она исчезает во время сна, наркоза, память? Продолжение следует... 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 трудиться, работать, чтобы прийти к поставленной цели. В этом случае у них возникает особое ментальное состояние. У них мужество, стойкость. И такую же стойкость нам может подарить наша молитва. «Покуда длится пространство, покуда живые живут, пусть в мире я останусь в страдании, рассеивать мглу». Если мы движем и такой мотивацией, мы не будем уставать. И Бадхисатова Чарья Аватара также говорит, какой разумный человек, почувствуя уныние, и не взойдет на скокунау Бадхичитты, который переносит нас от счастья к еще большему счастью. Поэтому очень многое зависит от того, как мы смотрим на вещи в данном случае. И люди очень благодарны. Они приходят к нашему драма, потому что мы хотим сделать их легкости для драма. И также мы не хотим аккумуляться плохой карма от продажи драма и используя его для наших личных потребностей, как и для еды, и т.д. So, my question, and this makes disappointed other people who sell, who have such shops. And also some of my employees don't understand it. They don't understand why we sell dharma without taxes. And according, as far as I understand, that Buddhist teaching should be spread as, for free, as wide as possible. So, could you please recommend? What is the question? What is the main point? Should we continue? Have no additional price? Or should we put price and maintain market prices? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если мы продаем книги под дхарми, и при этом у нас извлекается выгода, то это можно считать продажей дхармы, это, в общем, грех. Но если наша основная мотивация сделать так, чтобы книги были в наличии у людей, то нужно принять во внимание свою собственную экономическую ситуацию. Если вы можете при этом дарить подарки с одной стороны, а с другой стороны, можете продавать книги так, чтобы просто покрыть свои расходы, наверное, это будет допустимо. Конечно, иногда высказываются критические замечания подобного рода, как вы говорите, и это человеческая природа. Когда у них все идет хорошо, они всех восхваляют, когда у них все идет плохо, они других критикуют, и критикуют со своей точки зрения. Нам нужно отталкиваться от учения, которое мы получаем, и это учение традиции на Ланге, и не обращать внимания на то, что говорят другие. У нас все есть электронные книги дхармы и изображения божеств в телефонах. И когда мы эти телефоны ставим на пол или носим брюках, то не накапливаем ли мы негативную карму, неуважение к дхарме? Изображение божества distracting Самое объясним. Это на ч Department. Вы можете добавить и кacc Гурицу. ети-каказуте могут выиграть, которые можно верить в movie социума. Субтитры создавал DimaTorzok Как мы применяем учение о пустоте в повседневной жизни? В нашей повседневной жизни, в нашей повседневной практике? Во время сессии постмедитации мы должны иметь возможность видеть все как иллюзию. Но чтобы мы могли вот так воспринять все как иллюзорное, мы должны научиться отвергать объективное существование вещей и событий. А для этого нам нужно заниматься медитационной практикой, когда мы фокусируемся на пустоте подобной пространству. Чтобы мы могли развенчать любое объективное существование, которое мы можем видеть в вещах. Когда мы научаемся это делать во время медитации, направленного в сосредоточение, то затем, когда мы выходим из медитации, то мы сможем видеть все явления подобной иллюзии. Затем мы можем практиковать соответствующим образом. Мы можем взращивать в себе любовь и сострадание и так далее. Любовь и сострадание, о котором мы говорим здесь, это не наша обычная, обыденная любовь, в котором всегда присутствует толико привязанности, но это истинная любовь, истинное сострадание, которое может охватить собой всех живых существ. Наша обычная любовь близким и родным людям, она, так сказать, предвзята, потому что в ней присутствует толико привязанности. коренная причина в данном случае это цепляние за объективное существование вещей и событий, а любовь и сострадание, о котором мы говорим здесь, любовь и сострадание, охватывающее всех, не коренится в неведении. С одной стороны, понимая пустоту, мы избавляемся от цепляния за объективное существование, а с другой стороны, мы развиваем в себе любовь и сострадание. У неведения есть соответствующие противоядия, которые могут положить конец. Когда мы видим, что у нас есть возможность достижения освобождения, если мы положим конец неведению, и при этом живые существа страдают, потому что они этого не видят, мы начинаем испытывать сострадание к живым существам, потому что желаем им избавления от страдания. Я полагаю, что если бы я мог, если бы у меня было больше времени в этой жизни, чтобы направить их на развитие любви и сострадания, я бы мог зайти на путь подготовки, на бакисаттинский путь подготовки. Иногда я думаю так. Конечно, бакичи-то чрезвычайно действие, чрезвычайно сильное, для того, чтобы побороть негативные эмоции. Однако фундаментальная причина, которая ведет к освобождению от неведения, это постижение пустоты. Поэтому, если вы серьезно настроены, и действительно хотите эти учения в своей жизни применять, то вы должны изучать, например, такой текст, океанологических доводов Лама Цанкапа, комментарии к Моламатьям Какарьи, также комментарии к Будаполите, а также тексты, написанные правовевекой Чендракирти, а также есть множество других текстов, которые написаны тибетскими наставниками. Что касается текстов Лама Цанкапа, вы можете изучать текст сущностно-речивых изречений, постижения различия между сутр с прямым смыслом и сутр нуждающихся в толковании, комментарии к Моламатьям Какарьке, комментарии к Матхяма Каватаре, а также раздел Випашины Большого Ламрима, вообще Большой Ламрим и Малый Ламрим Чендракирти, Различие между сутрами с прямым смыслом и нуждающимся в толковании, там указано четыре пункта. Когда отвергается независимое существование вещей, там перечисляются четыре пункта. вы можете обратить внимание на них и тогда вы увидите ваше святейшество, скажите, пожалуйста, при изучении текстов или заучивании текстов происходит оттупление ума. Скажите, пожалуйста, что вы посоветуете, чтобы это состояние быстрее проходило? Sometimes when you read texts or memorize texts, your mind becomes dull. What would you recommend to overcome this dullness? Что касается умственных способностей, есть ясные умственные способности, глубокие умственные способности. Есть быстрые умственные способности. разум, которые позволяют нам лучше постигать вещи и также дискутировать с другими, отстаивать свои доводы. умственные 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 Когда вы упражняете свой ум, и здесь имеется в виду аналитическая медитация, то вы видите, что это помогает вам поддерживать бительность ума. А если ваш ум всегда в таком расслабленном состоянии, то это может вести к притуплению ума. Когда мы изучаем собрание, тем в рамках монастырской программы, когда монахи постигают философию, монахи с помощью этой учебной программы способны поддерживать бительность ума, живость ума. Аналитическая медитация сильно помогает нам сохранять ясность и бдительность. Если плюс к этому вы можете начитывать мантры Марапатса Нади Мандра Манджуши, то это тоже поможет вам сохранять бдительность и сохранять ясность сознания. Очень важно изучать буддистские сочинения. Когда я встречаюсь с людьми своего возраста или старше, многие из них, кажется, у них уже сознание притупилось. В то время как, если мы возьмем для рассмотрения Геше, докторов буддистской философии, может быть, их тела ослаблены, но их ум тем не менее не теряет ясности, бдительности и активности. Это происходит потому, что у них за плечами годы обучения, годы тренировок. Согай, Хорошо было бы попросить перевести этот вопрос так же и на русский. Если у кого-то есть такая возможность, хорошо было бы, чтобы вопрос прозвучал на русском. Кажется, вопрос касается фотосессии с Его Святейшеством. Она встречалась с Его Святейшеством в 79-м году, когда Его Святейшество было в Монголии. Тогда она сфотографировалась, и сейчас, похоже, она хочет того же. Начнем 9-ю главу. Спасибо. 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 В этом году я бы хотелось бы прочитать. Продолжение следует... 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 И это объяснение благородных истин, оно объясняется во многих школах индийской философии, как в небуддийской, так и в буддийской. Например, в Санхе, в школе Санхе, говорится о том, что основной принцип Прадана является абсолютно истинный. Все остальные же темы, излагаемые в Санхе, относятся к относительной истине. Существует много различных объяснений этих двух истин. Например, в буддийской школе, в Байбхашке, тоже объясняется относительная и абсолютная истина. Но их объяснение различается в различных школах. Например, объяснение в Саутрантике отличается от того объяснение, которое дается в Байбхашке. И также есть объяснение этих двух благородных истин, двух, извините, истин, и в Читаматре. И оно отличается от двух предыдущих. В Мадямаке мы говорим о том, что все эти две истины, относительные и абсолютные, едины по своей природе, но являются различными аспектами или различными изолятами. И, как говорится в Мула Мадямаке Кариме, говорится, что Будда является лишь обозначением, и Санхра является лишь обозначением, и Путь является лишь обозначением. То есть, говорится, что все явления существуют лишь номинально, лишь как обозначение. И по этой причине, если мы пытаемся найти этот объект обозначения, мы не можем найти этот объект обозначения. Об этом же говорится и в квантовой физике. Когда мы пытаемся найти этот объект обозначения, мы не можем найти его. мы сейчас не говорим о способах восприятия сознания если мы говорим о внешних аспектах аспектах объекта то мы об этом говорится и квантовой физики то есть невозможно найти этот объект обозначения например и например объяснение читта матры очень очень хорошо соответствует или совпадает с тем что объясняется в квантовой физике и например если есть сознание постигаем постигающая объекта есть и этот объект постижения и это то о чем говорит читта матра и это очень похоже на то что объясняется в квантовой физике в школе же в в школе же мадьянки нет необходимости такого сложного объяснения внешних объектов нет необходимости объяснения того что внешние объекты возникают возникает опираясь на сознание и поэтому мадьянки объясняется что нет ничего что не могу что могло бы существовать независимо и в мадьянки говорится о том что эти две истины по своей природе являются едины по своей природе но являются различными и аспектами или различными изолятами и поэтому в мала мадьянки как а реки говорится о том что все явления пустотны по своей природе и и опираясь на такое постижение пустотности мы обретаем и постижение взаимозависимости и когда мы пытаемся найти этот объект обозначения мы понимаем что его невозможно найти это то же самое что объясняется и в квантовой физике мы понимаем что что все явления являются лишь обозначением лишь лишь обозначение и поэтому необходимо сперва определиться с объектом отрицания и тогда мы сможем обрести подстрижение тонкой взаимозависимости когда мы говорим о взаимозависимом взаимозависимом возникновении то она помогает нам устранить две крайности крайности этернализма и нигилизма и здесь далее говорится во втором четверостейшие относительное и высшее таковы две истины высшая истина недостижимая для разума ибо разум называется относительным и поэтому абсолютная истина воспринимается воспринимается с помощью сознания которое исследует истинное положение вещей и далее мы переходим к следующему следующий шлоке в этой связи люди делятся на два вида на йогинов и на обычных людей здесь под йогинами подразумеваются люди которые которые занимаются исследованием анализом я думаю что там можно отнести даже и ученых ученых которые занимаются анализом и исследованием которые не следует лишь лишь вере то есть сюда можно отнести наверное ученых которые занимаются квантовой физикой и когда мы говорим о йогинах в тибетском языке это обозначается термином нальджорпа нель это истинное положение джорва это соединяет то есть те кто исследует истинное положение вещей которые обретают уверенность в этом истинном положении вещей и именно такие люди называются йогинами это и здесь мы под йогинами понимаем именно это это необычное понимание этого слова и далее говорится представление обычных людей опровергается йогинами и те кто например те кто занимается философии философскими воззрениями исследуют занимается анализом исследований и например не буддийские философы говорят о том что существует некое я некий атман который переходят из этой жизни в следующую почему они так думают потому что они понимают что это тело не переходит в следующую жизнь это сознание не переходит в следующую жизнь и поэтому они утверждают что есть некий атман некое я которое следует из этой жизни в следующую и поэтому здесь говорится что представление обычных что существуют два вида людей йогины и обычные люди и далее говорится из-за различий в степени познания высшие йогины опровергают представление низших ибо и те и другие обращаются к одинаковым примерам и цель есть оставить ее без анализа все они признают и например в Калачакре когда мы говорим о Калачакре говорится о восьми главных континентах о Шамбале, Лиюле, Тибете, Китае, Индии и так далее и в этом объяснении Калачакре не говорится ни о Америке, ни о Африке, ни о других континентах и в середине говорится что существует гора Сумеру но это очень приближенное объяснение строения нашей Вселенной и это простое мирское представление об мире о строении нашего мира и в сочинении Тактан Луцавы говорится что что существует три три вида объяснения объяснение без анализа это объяснение после небольшого анализа и ее объяснение после глубокого анализа и когда мы говорим о сферообразном земле то есть о земле как о шаре например в Абидарме говорится что говорится о том что что объяснение нашего мира которое было известно в то время в Индии и это объяснение в котором говорится что диаметр нашей земли что наша земля в 50 пакце размером и так далее это объяснение которое было известно в то время в Индии и оно было объяснено как оно было известно не подвергая его какому-либо исследованию или анализу и в текстах в буддистских текстах говорится о том что например в текстах Мадьямаке например говорится о том что не существует никакого я существующего отдельно от сканг приводится много логических доводов опровергающих существование такого независимого я и существуют различные объяснения среди буддийских школах например в Саутрантике говорится о существовании внешних объектов в то же время Читтаматра отрицает существование независимых внешних объектов и в то же время Мадьямака опровергает существование истинно существующего сознания и так далее то есть и поэтому здесь говорится что высшие йогины опровергают представление низших и здесь когда мы говорим об опровержении мы не говорим о том что кто-то бьет кого-то по голове опровергая таким образом мы говорим о том что используя анализ представители высших школ опровергают представление низших и далее говорится что ибо и те и другие обращаются к одинаковым примерам и цель если оставить ее без анализа все они признают то есть здесь они что и первые и другие исследуют эти моменты и далее с точки зрения Мадьямики мы исследуем явления мы не можем найти эти явления например явление пути и результата если мы их исследуем мы не можем их найти и однако же здесь говорится о том что на относительном уровне эти явления существуют например если мы устанавливаем загрязнения то в конечном итоге следуя путям мы можем достичь своего результата полного пробуждения и далее говорится воспринимая явления обычные люди считают их реальными а не подобными иллюзиями именно этот предмет разногласия между йогинами и обычными людьми и явления кажутся нам истинно существующими и это то как воспринимают все обычные люди и например в сватандре Камадьямики все явления существуют подобно иллюзии однако же однако же они используют Италия здесь говорится что до тех пор пока мы не постигнем это глубокое воззрение мы не сможем постигнуть без самостоятельности всех явлений и различие между мирским и йогинами обычными людьми мирским мирским восприятием йогическим заключается в постижении отсутствия истинного существования и объяснение взаимозависимой связи между причинами и результатами является общим для всех буддистов и поэтому здесь говорится что что именно это это предмет разногласия между йогинами и обычными людьми и йогины и и люди то также имеют чувство голода также им необходимо питаться и поэтому мы сейчас делаем перерыв чтобы вы смогли поесть обычно я говорю Ян Тейренбачи наш хармический друг сегодня после обеда он проведет сессию вопросов и ответов повторного объяснения то есть он объяснит все те ключевые моменты которые я сегодня объяснял и в час тридцать час тридцать будет это сессия с Ян Тэнгом Любачев который во время которой он объяснит все ключевые моменты объясненные сегодня если у вас и те кто спешат можете можете если вы спешите то вы можете уйти когда вам удобно те же у кого есть время можете остаться и размышлять над тем что будет объяснять ян Тейренбачи над тем что объяснял и многие из вас сегодня приехали из России издалека и очень важно чтобы вы старались понять учение Будды чтобы вы старались зародить понимание учения Будды и Будда говорил что я указал тебе путь для освобождения но само же освобождение зависит от вас самих то есть и здесь Будда говорил о том что 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 он указал путь и невозможно просто увидев Будду получив его благословение лишь благословением руки Будды невозможно достичь полного пробуждения необходимо самому следовать этому пути указанному Будды и например я указываю вам я знакомлю вас с этим учением Будды состоянием полного пробуждения Будды но следовать этому пути следовать учению Будды чтобы достичь полного пробуждения это зависит от вас ответственность в этом лежит на вас самих об этом же говорил и Лама Цонкапа и я здесь нахожусь не потому что я Далай-лама я стараюсь изучать буддийское учение настолько насколько я могу я занимаюсь и медитацией аналитической и медитацией йоги божеств и во время этой медитации я занимаюсь медитацией очень различных божеств некоторые из них бывают и гневные но в то же время очень важно помнить что то что привнесло великие изменения в мою жизнь это медитация на сострадание и пустотности то что мне в самом деле принесло помощь были медитации на этих двух аспектах учения пути а не медитация на различных формах божества в то же время я не отрицаю важность медитации на формах божества во время таких медитаций на формах божества мы практикуем различные практики ветров и каналов а также и тегле с помощью и и поэтому и поэтому очень очень важно заниматься и этой практикой и когда мы занимаемся практика божества мы говорим о изначальной мудрости и здесь говоря об изначальной мудрости это то о чем говорится в учении дзогчена состояние хедева состояние 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 полной открытости хедева и и и и и и и и здания, так и снаружи на террасе, так что очень много места.